Вот здесь кисточку не моем, не промакиваем, только маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца, взяла розовый, взяла голубой, получился фиолетовый. Есть у нас намеки на фиолетовый? Есть. Взяла, меньше белил, больше цветнил, получился более темный цвет. Прибавила коричневый, получился более глухой цвет, более сложный цвет, вот такой, как мы его там и видим. Итак, то в пользу одного, то в пользу другого, то в пользу третьего, в зависимости от обстоятельств, набрать фановое пятно. Все, цветки тебя пока не интересуют. Ты набираешь вот эту по высоте рябь, рябь текучего характера, раздавая темные и светлые пятна там, где они находятся. Помнишь, да? Два вот этих синих, розовых дают фиолетовый, плюс коричневый будет глуховатый цвет. Да? Вот она, давай в таком духе. Вот такие какие-то, вот такие, глуховатые. Светлые наоборот, ребристые. Берешь коричневый, берешь розовый, берешь голубой, опять их же. Это голубой? Нет, это голубой, а это синий. Это цветлые, да? И мощнее, нет, это темнее и мощнее, чем ультрамарин. И вот эти темноты, там где они есть, глухо, смотри, глухое пятно. Уложишь вот эти глухие. Алло. Глухие. Возьмешь некоторый намек на зеленцу, все это уже без разжижений, подпустишь штрихом, смотри, штрих, как бы чиркательна по холсту, напустишь зеленотики. Легкие намеки на зеленый. Сейчас много будет вот этого штриха. Цветочечки возьмешь сиреневизну, очень приблизительную. Хорошо. И на месте цветка создашь мутное, рыхлое пятно. Хорошо. Которое потом будет наполняться уже другим мастихином, мелким мастихином. Я с ним поеду, когда он поедет. Немножко с желтотой, немножко с розовиночкой. Будет наполняться содержанием такого характера. Уже более плотным. Мы хотим вот штучки, как заясь или плотные. Это уже потом, да? Мы сейчас сначала делаем пятна, а потом их уже заполняем. Причем, смотри, вот есть характер укладки рыхлый. Рыхлый. Конечно. Рыхлый вот такой, чиркательный. А есть характер укладки? Кроющий. Кроющий. Ты должна будешь сочетать одно с другим. Предварительно вот так рыхло штриховать. Смотри, еле косарь. А потом более плотно укладочку вот этих листиков. Но и они тоже будут слегка кое-где превращаться в некий дым. То есть вот такая будет конструкция маловнятная. Похожим образом густоты посадишь здесь и тоже подштрихуешь их. Вот. Смотри, нигде не жму. Плашмя мастихином подштриховываю, появляется какая-то организация пространства. Правда? Ну давай, чередуешь крупные вещи вот этим крупным, мелкие вещи вот этим. У меня уже можно цветы делать, да? Да, в том числе. Потому что темного не произошло. Да, да. Значит, там, где у нас глухо, значит, краски, особенно когда ты видишь, что я близко, должны появиться на палитре, а не ждать, что они откуда-то сварятся. А я вот сколько раз хотела узнать, где их не идти? Ну, трудно догадаться, я думаю, только без полу видно, то есть этих пятен должна произойти. Без нее не будет звучать вот эта рыхлость. Вкусно. Синяя. Вкусно? Коричневый синий. Вкусно? Вот здесь. Вот такие места вкусные, если получаются беречь. Вкусно, да? Да. Чего жалко? Вкусно. Там смелый цвет. Глухость, глухость, глухость. Вот она еще, глухость. То есть есть как бы каркас этих черных пятен в картине. Целый каркас. Вот я только возвращаю эти глухие пятна, и картина приобретает звучание, да? То это был набор звуков, а теперь это что-то художественное формируется. Кроме чистых белил существуют всякие цветики и прочее. Правда? Существуют цветики. Не доводим до такой скучности белил. Вот, понимаешь, скульптор. Вот эта скульптурность письма, если ее освоить, то жизнь будет прекрасна. Потому что именно она в художественном смысле потрясающая. Как красиво. Расскаживая. Иногда, если какой-то моментик не такой, как там, но звучит, лучше его оставить, потому что мы не можем повторить все вкусные моменты его. Мы должны облокотить в этом хаосе и на свои вкусные моменты. Вплоть до того, что частично пальцем вот такие мутноты. То есть помогаем пальцем кое-где. И даже вот такую соплю краски ставим кое-где. Вот аж такое что-то. Значит, синечку не забывай с розовиночкой. Они подыграют очень красиво в теневых местах. Ты видишь, сейчас вот я в тень укладываю синюшечку и звучит цвет. Но тень у нас более мутная, разбитая. Она всегда, как правило, мутная, разбитая. А свет выразительнее, да? Опять же, не пытайся все звуки повторить. Старайся свои создать красивые, потому что повторить в таком ключе почти невозможно. Щупай, двигай, сбривай, снова накладывай, пока что-то свое съедобное не произойдет. Ну и тем более, что когда оно произойдет, оно не будет точным повтором. И уже, вот смотри, какая здесь и в цвете богато глубоко. Там намек на виднеющийся цветок, который только чуть-чуть виднеется. Тут намек на зелень и смазанность. Ты понимаешь? Я нечаянно сделал, а потом думаю, ох, класс. То есть это было нечаянное. То есть это в пылу драки произошло. Но надо успевать заметить, не получилось ли чего красивого. Вот эти разбриваются. Ты же видела, как я там поступал? Избрил. И даже воспользовался чуть-чуть этой густотой, чтобы... Потому что, может быть, сбрить... Ну, теневые они не хотят быть густыми. Да? А световые... Игромное глухое пятно. И это вкусно. Немножко художник... Ну, ты не доглядела. Сиреневости. Я тебе намекнул на них. Но ты, увы, ничего сиреневого не создала. Не создала. Ты согласна с сиреневым лучше? Угу. Так. Ну, а если бы ты еще позаботилась, чтобы у тебя на палитре были белила... Да. Вот этот предмет напоминает огурец или что-то еще неуместное в этом контексте. Ты согласна? Ты услышала мысль? Слышала. Неуместное в этом контексте. Оно напоминает не то, что мы рисуем. Поэтому, если такое произошло, разобьем, чтобы от огурца ни следа не осталось. Здесь пустоватое пятно. Пустоватое. То есть, не всюду напряжение создаем. Вот это один за другим мазочки. Постарайся их больше никогда так не делать, потому что они ничего красивого не создают. Смотри, я сбил вот этот шаг, который сразу видно, как это было сделано. Уж очень все закруглились. Все одинаково закруглились. А там есть, например, такой парень. И это чуть обогащает ситуацию в этом месте. Ищу красивую конфигурацию вот этого мазка. Не потому что я знаю, что я делаю. Я ищу красивую конфигурацию. Попытаться полностью повторить то, что у него, почти невозможно. Потому что это все очень на хулиганском уровне было сделано. То есть, сильно большая импровизация. Но попыточку какую-то осуществил. Темноту все-таки недооценила. Причем многократно недооценила темноту. Каркас вот этот темный. Темный каркас картины. Он настолько часто в живописи встречается. Идея темного каркаса картины. Что надо один раз навсегда запомнить это слово. Само слово запомнить. Темный каркас картины. Бывает еще и светлый каркас, но чаще темный. Просто запомнить. Чтобы когда ты видишь эти глухие темные места, чтобы понимать, что подразумевалось. Подразумевался темный каркас картины. Мутности, чередуемые с немутностями, вызывают интерес. Когда все натыкано-натыкано, не вызывает интерес. Вызывает интерес. Как будто бы здесь что-то прописано. То есть, мутность. И вдруг, как будто бы что-то прописано. Сразу вызывает интерес. Очень много исчезло мутного напрасно. То есть, бегай слишком активной выписки. Посмотри, я не просто загогулину сделал. Я станцевал эту загогулину. Станцевал. То есть, иногда стоит себе взять формат и чуть-чуть постоять просто в каше краски, потанцевать, потренировать танцевание. Прикольный, да? Как бы вязка стала, да? И удается на грани цветков подбрасывать некое содержание. То есть, как будто бы, да? Картина упала. Смотри, хорошо. Смотри. Как будто бы картина упала, ее в траву вытерли и поставили, да? Я понимаю. То есть, именно это мне и понравилось. Естественно. Здесь другому интересу к этой картине не может и быть другого интереса. Смотри, смотри. Рубленный характер приходит в картину. Чуть-чуть рубленный. Мозаичные намеки на мозаику. Не мозаика в полном смысле слова, но намеки на нее. Согласно, появилось мозаичное звучание. Это отвлекухи какие-то, отвлекухи. Но они звучат весело. Прикольно, да? Раз нам этот цвет понравился, мы его еще где-нибудь задействуем. Значит, теперь можно в каком-нибудь таком месте сделать красивую загоголину росписи. Значит, возвращаем. И выцарапываешь. Нет, не разрабатываешь. Ну, желательно что-нибудь тако. Росписно. Росписно. Хорошо? Спасибо. Росписно.